Давайте, наверное, начнем, потому что во времени мы ограничены. Меня зовут Сергей Чистяков, и я работаю в компании DataArt. Сегодня мы будем с вами говорить о Kotlin. Это такой язык программирования. Давайте сначала немножко проведем перекличку. Вот поднимите руки, пожалуйста, те, у кого есть Kotlin в продакшен. Отлично. А те, кто писал на Kotlin для себя или в учебной цели? Ага. А те, кто немножечко читал про Kotlin? Замечательно. А те, кто пришел, чтобы просто посмотреть, что это такое? Ага. Хорошо. Так, а поднимите руки те, кто пишет на Kotlin, но не под Android? Мы с вами вдвоем в этой аудитории. Хорошо. Давайте я расскажу, почему я пишу на Kotlin под Android, и вообще, как я встретил Kotlin. Было это так. Вообще, я всегда был сторонником классической Java, и даже все новшества восьмой Java я принял так со скрипом, потому что думаю, ну зачем нужны эти лямпты, они есть в других языках программирования, и от Java она хороша сама по себе. В общем, потом мне сказали, что ретрограмм будет не модно, а модно, вот сейчас какие-нибудь новые штуки, новый синтаксис облегченный. И говорят, Сережа, иди вот, проект будет на грубе и грейлз. Грейлз – это такая футервафля, которая очень похожа на рейлз для рупи, но она построена, по-все, в пинстэк, поэтому, когда там что-нибудь происходит, ты лезешь глубоко под капот, и выдаешься понять, что там вообще происходит. Был я в проекте какое-то время, а потом пришел СТО нашего клиента и сказал, говорит, ты знаешь, я слышал, ты что-то знаешь про Android. Я говорю, ну на Android я, конечно, не писал, но я его немножко преподаю там пару лет. Говорит, ладно, будешь в Android-проекте, потому что у нас большое оставание было Android-приложение от iOS, и нужно было этот гейт наверстать. Пришел я туда, а там разработчик, который там сидит, говорит, слушай, я недавно попробовал такую штуку, как Kotlin, вообще замечательная вещь. Я говорю, ну Kotlin, так Kotlin, грубий Kotlin, Сережа, и в итоге так все и получилось. Потом, три месяца спустя, когда у нас было уже приложение 30 на 30 переписано на Kotlin, СТО узнал об этом и очень сильно удивился, потому что он такой санкции дал. Ну, это другая история. Давайте, сегодня у нас будет такой развлекательный доклад на очень широкую аудиторию, как я понял, поэтому давайте я расскажу, что мы будем делать. Kotlin, он, это, это пока что это просто синтексис и компилятор. Компиляторов сейчас два в продаже. Один умеет транслировать Kotlin-синтексис в Java-байт-код, причем при этом они гарантируют 100% совместимость по байт-коду с Java. То есть, из Java-классов вы можете очень легко задергать методы Kotlin-классов и наоборот. И плюс еще, Kotlin с версии 1.1 умеет компилироваться в JavaScript. Туда я не смотрел, поэтому здесь я ничего вам рассказать пока что не могу. Так вот, что мы сегодня будем делать? Доклад у нас называется Kotlin туда и обратно. И мы будем из Java брать какие-то Java-примеры, конвертировать в Kotlin, ну не всегда, конечно. Потом это дело компилировать, получать байт-код и пытаться компилировать обратно в Java. В простом случае это делается очень просто. Делается это вот как. Чтобы ваш существующий Java-класс перегнать в Kotlin, ну так как JetPlace, они сами разрабатывают среду IDF, которые поддерживают Kotlin в Java, да, и это очень распространенное, IDF, то вы можете нажать волшебную комбинацию клавиш, ну классический там Shift-Ctrl-A, он вам покажет все гэкши, появляется такой диалогик, он скажет, если вы введете код, он вам найдет. Конверт в Java файл, это вот. И есть еще шарт-карт, который вот там написан, Ctrl-Alt-Shift. Вы, короче, все функциональные клавиши зажимаете, нажимаете кей, и ваш Java-класс превращается в Kotlin вместе со всеми комментариями, вместе со, ну там, со всей вашей логикой. Все очень читаемо, очень классно получается, это действительно очень крутая вещь. И есть Kotlin-плагин, он также предоставляет возможность посмотреть байт-код. Справа у вас в VDE, ну в IDE, или в Android Studio, появляется такая вкладочка, Kotlin-byte-код, и там Kotlin-byte-код. Но вот так как байт-код читать никто не умеет, то есть еще такая кнопочка, как Decompile. Вот если вы ее нажмете, то встроенным декомпилятором IDE вы посмотрите Java-код, который соответствует байт-коду, который получился после компиляции кода. На самом деле это не всегда работает, и очень часто ваше IDE просто умрет, или покажет вместо вот этого окошка большой-большой stack trace, но это другая история. Есть еще много альтернативных Java-компиляторов. В процессе подготовки этого доклада я использовал GDUI, всеми любимый, потому что у него есть UI, и CFR, потому что больше ничего другого не работает. Давайте, в общем, для разминки начнем. Самый простой код, с которым все встречались, кто писал на Java, это javamin. Это вот у нас классический такой entity, у которого есть одно приватное поле, стринговое, и есть getter.eset. После конвертации в Kotlin это выглядит вот так. В Kotlin есть такие штуки, как в property, на самом деле есть еще вот такие вот вопросики, потому что там есть строгие-бестрогие типы, это для тех, кто поднимал руки на последний вопрос, на бред последний вопрос. Ну, в общем, полностью, полный аналог это вот такая вот штука, которая записывается одной строкой. В документациях Kotlin описано, что там создается back-in-field, и к нему getter.eset явно тоже доступен. Пробуем, значит, это было туда, и теперь обратно. Обратно у нас, ну, идентичный код, единственное, что появились аннотации now был, но, в принципе, я их и сам по-хорошему должен был написать. Первый пример. Пример второй. Теперь у нас такой immutable bin, у него есть одно private final поле, которое инициализируется в конструкторе, и есть на него getter. После конвертации в Kotlin, Kotlin вообще это такой очень ремесленный язык программирования, и весь boilerplate, к которому мы привыкли, к которому мы привыкли не замечать, он просто его схлопывает, и остается только значимой синтезисой. То есть после конвертации в Kotlin у нас получается вот такая вот запись. Это полный аналог. Не будем останавливаться, идем обратно в Java. Обратно в Java у нас то же самое, да? Но не все мои примеры будут так просты. Следующий пример. Интерполяция строк. Очень удобная штука, чтобы не конкатенировать строки, вы можете записать одну строку и все переменные из текущего контекста подставить туда с лидирующим долларом. После конвертации в... ой, после декапиляции байткода в Java, как вы думаете, что там будет? Стрингбилдер. Нет, конкатенация строк. Здесь единственное, что можно заметить, то что, вот смотрите, у нас вот этот массив, ну это, собственно, обычный паблик статик будет main, он у нас, это строгий тип, здесь без вопросов. Поэтому компилятор дописывает вот такой вот вызов метода, внутреннего метода утилита, который проверяет на нам. Это нужно для того, чтобы не получить NPE, но получить ошибки типа front-time. Сделано это для, опять же, для сместивости с Java. Если вы из какого-то внешнего кода взываете методы, которые были написаны на Kotlin, но внешний код ничего не знает о том, что есть строгие-нестрогие типы в Kotlin, это нужно, чтобы зафайлиться не где-то на разыминование переменных, а в самом начале метода. Так, следующий статический контекст. Вот такой вот простой файлинг. У нас есть какой-то класс пользователь, у него есть статическая public static final константа префикс, есть first name, last name, они инициализируются в конструкторе, есть keter set up только на first name, есть метод toString, который компетенирует статическую константу, first name, пробел, last name, и есть статический метод builder new user, который получает два параметра, из них, собственно, делает нас пользователя. В Kotlin нету статических методов, статических полей. Вместо этого там используется companion object. Companion object это, вообще, что такое object? Объект это такой синглтон на уровне языка, то есть вы можете описать класс и потом делаете из него instance. И можете описать объект. Объект, он будет сразу иметь instance, и этот instance будет гарантирован на один ваш, внутри вашей GVM. Ну, так вот, поэтому все статические классы в Kotlin они консулируются в компанию. То есть у нас есть user, например, вот у него two-string, companion object, здесь константа и пользователь, и builder метод. И вот здесь вот, значит, мы в two-string динамическом методе используем статическую константу, вот отсюда. Придите к апелляции обратно, уже более интересные результаты. То, что было у нас приватные поля, это все так же. Смотрите, наша паблик static final константа, она описана в классе, но она приватная. И здесь же у нас есть экземпляр нашего кампейна. Здесь вот такой вот конструктор, если залезть в нетры Kotlin, мы можем смотреть, что это просто вот эта конструкция нужна для того, чтобы никто из них ваш кампейнен, но уже не создал. Смотрите, two-string, он берет префикс у кампейнена, а этот префикс это метод. То есть кампейнен, вот он на следующем слайде у нас, не содержит в себе префикс. Префикс содержится как статическое поле динамического класса, а у кампейнена есть только синтетический гетер, который используется. Вот. Просто я слышал, когда я слышал от андроид-разработчиков, что в лорикопе был очень большой оберег на создание различных мелких объектов и вызову методов. Поэтому имейте в виду, что на статическую константу, статический контекст у вас будет сделать синтетический метод внутри. Что еще здесь можно заметить? Да, в принципе, больше ничего. Можно посмотреть на ньюьюзер. Ньюьюзер, ну вот он довольно простой. Он у нас проверяет поля на нот-нал и возвращает их экземпляр пользователям. Вот эти вот методы, опять же, тем, кто стремится к высокой производительности, например, если платформа не позволяет, целевая платформа не позволяет держать там большие... В общем, если вы считаете каждый новый вызов методов, то в Прогарке есть специальная утилита, которая позволяет из рантайма вот эти вот чеки выберите и их просто там не будет. А. Теперь несколько синтаксических фич у Kotlin. Ну, таких мне показалось интересно показать. Во-первых, каждая... Очень многие синтаксические конструкции в Kotlin возвращают какое-то значение. Например, try-catch. Посмотрите, у нас есть такая штука, метод exception, который должен вернуть целое число. Мы возвращаем блок try-catch и какое-то число возвращаем из try и какой-то из catch. Второй пример это if. If это тоже конструкция, которая возвращает какое-то значение. В Kotlin нет тернарного оператора, что лично меня немножко подвешивает всегда. Но зато можно написать if true один else два. Чуть посложнее примеров. If какое-то более сложное условие один иначе два. И третий пример это if и какие-то лямбочки вместо значений, которые тоже возвращают целые числа. Ну и тут у меня осталось место еще, поэтому я сюда записал extension function. Это еще одна фича в Kotlin, которая позволяет вам любому существующему классу в своем контексте, в котором вы находитесь, определить метод, определить какой-то метод, которого в нем нету, в этом extension классе. Например, вот для дублирования стрингов, чтобы вместо строчки получалась двойная такая строчка через пайк, я вот написал такой вот метод double. Ну посмотрим теперь, во что это выльется после компиляции. Вернее, после компиляции, где компиляция. Так вот, менедж exception. Менедж exception стала вот такая. Ну, все очень просто, то есть в принципе понятно, что там будет. Он сначала определяет элементу, потом в трое записывает туда одно, в петче другое и возвращает результат. double стало просто статическим методом. Статическим методом, который в java конечно скомпилируется, потому что double это резервированное слово, но эти компилируются вот так. И объект, на котором этот метод в кодлине называется, сюда передается просто как аргумент. Теперь condition. Самый простой вариант check condition это там, где у нас было и в труб. Компилятор догадался, что я хочу его обмануть и сказал return 1. Check condition простой, который у нас был, он превратился в тернарный оператор. И вот такой большой, но он чуть посложнее стал, здесь определяются две переменные, которые потом как-то переиспользуются для того, чтобы их в консоль вывести и возвращается и присылается значение, которое возвращается. Следующая фича кодлина это when. When это такой свичкейс на стероидах, но это не нужно говорить, что это паттермачен, потому что это не паттермачен. А играл в зале нет, кто пишет на скале. Вот, для вас должно быть, вы можете меня банировать, например, говорить, а вот скале там, кто-то не важно. Нет, это не мальчик. Он может, ну, вернее, он может мальчик значение, может мальчик тип, может мальчик какой-то диапазон, но взять, например, лист, лист, а? На чем? Кого? Да, да. Тракетчика. Разгоним. И, мальчик, есть классы. Да. Здесь есть? Нет. Да, есть силк классы. Силк классы есть. Вот, и потом его сматчили. Да, силк классы мальчик. А, что он сматчил. Ну, да, но вы не можете взять, например, список и сматчить его начало. То есть, типа, X, V, V, я не знаю, как это в скале, но мне столько раз спрашиваешь, что-то. Нет, так нельзя. Вот. В общем, как вы думаете, во что превратится такая конструкция? В набор if. В набор if. Правильно, в набор if. А, здесь можно по синтексу, то, что у нас до стрелочки, вот такое вот идет, условие, да, которое выполняется, а после синтексу, какая-то лямбда, ну, или просто значение. Вот. Ну и, соответственно, это все потом идет в условие, в условие, потом else if, и так далее. А, ну ладно, давайте теперь что-нибудь поинтереснее разберем. Лямбда. Я написал такой вот пример, давайте его посмотрим. Здесь объявляются три лямбды, записываются переменки. Первая empty, которая не берет и не возвращает никаких значений. Вторая принтер, которая берет стрим, но значение не возвращает просто вводим его в консоль. А третья считает сумму, берет два аргумента, возвращает один. Кто мне может назвать какие-нибудь функциональные интерфейсы сжао 8? Сапплаер. Консюмер. Ну, на самом деле, там, собственно, сапплаер, консюмер и фаншн. Ну, и всеми нам любимый рамок, который соответствует вот такой пустой штуке. Причем, если посмотреть на java 8, то там таких классов аж 43, по-моему. Потому что они сделали, в общем, там есть три типа. Есть те, которые ничего, не принимают никаких аргументов, но дают значение. Это у нас сапплаеры. Консюмеры принимают, возвращают void, а в функции это вот, которые берут один или два аргумента и возвращают тоже какой-то аргумент. Больше фунт нельзя передать. И плюс, почему и в 43, потому что еще под каждый примитивный тип написан свой отдельный интерфейс для того, чтобы избежать ненужного бобоксика. Вот, а в Котлине такие функции 23. И вот они выглядят вот так. То есть функция с нулем аргументов, с одним и так далее. И до 22. Я думаю, что тем, кто знаком со Скалой, тоже известно, почему 22, да? Почему 22 штуки функции. Нет? Ну, потому что когда вы не спросили, ну, вообще это, как бы, просто было лень делать больше. Вот. И они спросили, а почему нету лямбду с 23 аргументами? Они ответили, ну, кому в голову придет делать лямбду с 23 аргументами? Ну, вот, собственно, такой ответ. Котлин это все перенял благополучно. Ну, так вот, давайте посмотрим, во что превращаются эти лямбышки. Под каждую лямбду у нас создается отдельный класс. Отдельный класс с интерфейсом full function и там номер аргументов, которые, которые там есть. Причем, этот класс, смотрите, это single tone, у него сразу instance инстансируется в поле, но здесь это просто декомпилятор декомпилировал. И есть метод лямбду, который, собственно, содержит наш мой. Это вот лямбда, значит, пустая, которая с одним аргументом она стала вот такой, которая с двумя аргументами она стала вот я пропадаю, Функция, которая параметризована тремя типами, два аргумента и возвращаемые значения. Ну, вот такая вот, здесь и бог возвращает третий тип. Но, а, ну и, собственно, наш метод main превратился в такую штуку. Смотрите, то есть, ну, проверяем там, анал, запоминаем все инстансы классов и после этого делаем им всем инвок. Ну, в принципе, все просто, непонятно. Здесь, какие два хочется отметить поймы? То, что, во-первых, когда вы объявляете, когда вы объявляете лямбду, под нее обязательно создается статический инстанс отдельный. И второе, то, что у нас есть бокс аргумент. Давайте следующее. Лямбду можно еще передавать другие функции. Причем, синтакс скоппина, он такой груми стайл, он позволяет передавать, если лямбда идет последним аргументом, мы можем вынести ее за круглый скобочек. Вот я здесь описал такую функцию, которая принимает в себе целочисленное значение и лямбду из интервью. Ну и там что-то делает, она запоминает, сколько времени выполнялся это лямбда. Так вот, и как она может называться? Вот так, call, quiz, time, логгит, передаем аргумент, и лямбда передается после скоба. Первое, второе. что получилось, так как у нас, я сейчас буду быстро говорить, чтобы все успеть закончить. Так как у нас получилось две лямбды, посмотрите, у нас под каждую ту лямбду в итоге в байткоде создан отдельный класс single-tone, у нас наша функция модифицировалась, и вот она принимает аргумент function1 и integer integer, в методе main мы два раза запускаем с двумя разными инстинсами вот этот вот код. Но как бы нужно быть готов, что сколько раз вы вызываете такие функции передавать в лямбду, сколько новых инстинсов у вас будет создано на этапе класс-логики. Это дело можно исправить, просто добавив функцию inline к той функции, которая у нас принимает лямбду вторым аргументом. После этого в байткоде посмотрите, что получилось. У нас вообще нет никаких новых объектов, у нас вместо этого inline-ится сама функция плюс те closure, которые в нее передаются, потому что компилятор это может на этапе компиляции все очень хорошо все просмотреть из-за inline. Так, давайте следующее. Корутины. Кто знает, что такое корутины? Замечательно. Для тех, кто не поднимал руки, я расскажу, что иногда бывают такие проблемы. Вот у меня такой пример есть, ну очень такой простой пример. Смотрите, у нас приходит сенсор ID, это датчик какой-то, его состояние, вернее, у нас есть функция процесс motion detection. Мы должны по ID сенсору забрать его состояние, после этого, если он активный, включит лампочку, а если неактивный, то выключит. Ну, все очень просто. И, смотрите, так как доступ к сенсору будет занимать какое-то время, и включение лампочки, это тоже доступ к какой-то внешней системе, и тоже будет занимать какое-то время, то у нас наш поток, вот этот код, он будет блокироваться в двух местах. Первое место это вот здесь, когда мы будем ждать, когда к нам придет состояние сенсора, и второе вот здесь, когда мы поймем, когда мы попытаемся включить лампочку. А как можно решить это дело вообще, как, потому что потоки эта вещь дорогая. Есть несколько способов, чтобы это сделать. Первый способ это очень знакомый тем, кто работает с JavaScript-ом, callback. То есть здесь мы передаем, мы переписали этот код на callback и передаем в лямпочку. То есть мы передаем наше намерение функции, после этого у нас поток не блокируется, но по завершению получения состояния к нам приходит callback и выполняется вот эта лямпа, которую здесь идет. Эта лямпа, в свою очередь, вызывает еще один из синхронных методов, который по антишнику пытается включить или выключить лампочку. Ну и так как тут сложно что-либо сделать, тут есть у нас еще две функции report success, report fail. но это все это очень такой синтетический пример, который призван чтобы просто показать как вот этот простой код, который понятен школьнику, превращается в эту штуку, которая тоже понятен, но если добавить еще несколько уровней, то это будет вот такие лестники из фигурных скобочек, очень знакомые разработчикам есть еще другой механизм похожий, который называется promise. В java 8 появилась такая штука как completeable future. Здесь пример, я не уверен, что он очень хорошо скомпилируется и нет, он скомпилируется, скомпилируется, но в общем что мы делаем? После того, как мы что-то передаем, мы передаем вызов вот такой функции, нам возвращается объект promise или объект вернее здесь вернется у нас объект future. Этот объект он еще не готов. Мы с обычной future можем вызвать в него метод get и этот метод заблокирует наш потом. А с completeable future мы можем на нем сделать такую штуку then apply, которая создаст нам другую completeable future, которая выполнится, когда придет значение первого результата. Ну и здесь мы сможем как-то это все дело обработать. Ну тоже довольно сложно для понимания. А мне нравится вариант, который был вот такой синхронный код. И вот есть такая штука, которая называется код линдка рутины, которая позволяет написать вот такой код, который идентичен тому, что был синхронным вариантов. Но не совсем. Во-первых, наша функция помечена как suspend. Потом, мы сейчас не будем вдаваться в эту штуку в реализации функций, но все эти функции, они тоже помечены как suspend. Это значит, что они могут свое значение, они могут морозиться в потоке, при этом не блокируя поток. И всю эту секцию можно запускать только внутри специальной функции. Функции могут быть launch или run block. Launch он это просто запустил и опционально сюда можно еще передать пол, на котором это все будет работать. По умолчанию это for join пол, который является тоже объектом в код. То есть существует единственное экземпляре. Так вот, launch это запустил и забыл, run token это запустил и пока этот синхронный блок не проработает, он может параллелиться. Мы его ждем, пока он не вернется. И есть еще блок async, который возвращает promise, который может использовать в этих ваших функциях. В общем, согласитесь, хорошая идея писать вот такой код, но асинхронно так же. Вот, с небольшими пертурмациями. Давайте попробуем декомпилировать то, что получилось. И тут упс, у нас значит GDUI она сказала, что я не могу декомпилировать, вот сам разбирайся, вот такой бать код. А CFR сказал в общем то, что много написал, почему он не может, потому что тоже непонятно написано. А строенный компилятор идеи, он просто занес. Поэтому я подумал, подумал, ну ладно, давайте попробуем написать пример попрочее. А, но единственное, что даже потому, что есть, можно увидеть, то, что вот здесь у нас третьим аргументом в нашу функцию дописывается объект типа continuation. Объект типа continuation это то, что эмоциирует себе GalBaker. То есть он имеет какой-то контекст рутинный в себе и у него есть два метода resume и resume без exception для того, чтобы грамотно менеджить exception внутри вашего кода. Ну вот, пример попроще выглядит вот так. у нас мы просто выбираем run blocking и здесь спим тысяча секунд и потом печатаем hello. То есть у нас две операции там. После декомпиляции, ну она тоже со скрипом декомпилировалась, но можно понять, что здесь все наши операции разбиты на блоке и реализованно вот такая стоит машина, которая проверяет значение label у какого-то состояния и если label соответственно ноль, присваиваем label следующий этап и вызываем вот такой метод, который соответствует нашему delay тысяче. а если соответственно label один следующий шаг, то мы вызываем следующую сложную смотрим нет ли у нас exception на предыдущем шаге, если он был выброшен его кидаем дальше, а если его нету, то мы собственно печатаем наше hello. На этом время у нас закончилось, давайте остаток времени посвятим вопросам на ответ. Да. А микрофон не будет насть? Хорошо. Вам один раз нужно, чтобы перейти из мира синхронного кода в мир рутин, вам нужно один раз запустить либо launch, либо run block. Вот. И все остальное уже будет выполняться в мир рутин. То есть у вас все ваши вот смотрите, у нас вот эти функции помечены как suspend. Acquire sensor стоит switch on clamp switch off clamp. Вот. Компилятор их анализирует, и вот по этим штукам он как раз эти блоки нарезает. После этого он из этих блоков делает стейк-машину и на пуле эти блоки просто синхронно исполняет, запоминая контекст, с которым они были. Так тренд-то будет висеть как в сервале API или отдастся? Нет. Это тренд он пойдет дальше, выполняя следующую карутину. И в этот или в другой тренд карутина вернется в следующий салонный тренд. реактивным образом это не как севралет API когда ты обратился к хайпер интерьер или он висит? Нет. Это именно реализована неблокирующая архитектура. Более того, разработчики Kotlin уже написали множество оберток вокруг существующих неблокирующих библиотек. Под Rx у них есть, Java 8 комплитабл фича есть обертка для коррутин. И есть точно из Buava там по-моему listable future и что-то еще. А как быть драйверами для всех GDBC и и и и и подобных? Ну они будут работать так же как если бы вы использовали другой неблокирующий механизм. Насчет GDBC не могу сказать потому что я ни разу этого не делал. Вот. Но попробую. У меня есть задумка вот здесь сенсоры и лампочки не просто так потому что я хочу у себя дома кое-что автоматизировать у меня есть прототип который кстати написан на кодлике и работает сейчас синхронным образом. Вот я хочу его переписать на коррутинное и тогда наверняка поделюсь с общественностью своим опытом. Вот но это на самом деле очень просто будет сделать потому что коррутин есть обертка вокруг Java 7 не input out а тот протокол который я использую как раз через стрим очень хорошо получает доступ. Да. Я хотела спросить у нас в андроиде есть такие объемные классы в которых мы не можем джинсизировать кьюшки в конструкторе никак потому что у нас другой метод жизненного цикла для этого предназначен но по логике вещей объявите типом который может быть с последним знаком я тоже не могу мы для этого используем лейтимит и потом где нужно их определяем и работаем с ними это вообще правильное решение это единственное решение которое мы тоже его используем и везде где вы используете депендаст инжекшн тоже без лейтимит вы ничего сделать не сможете так спасибо у меня вопрос частично по нему а частично цикл просто недавно начал случать кодлин и он в чем-то гораздо удобнее чем java а есть странные места например свой цикл оператор это не макс странно а теперь свой цикл оператор else if else а а еще меня удивило отсутствие привычного цикла в котором два выражения и условия посередине я вот знаю что в котлене фор выполняется по итератору конечно его можно расширить в том числе для строго но привычного фор нет там есть фор фор то есть элемент in collection он соответствует for rich из java вот а есть for куда вы передаете лямбу есть метод for rich в коллекции куда вы передаете лямбу для обработки это происходит через итерат но но не всегда скорее всего можно получить пример когда компилятор решит что вот здесь нужно воткнуть вот такой цикл вместо один вместо другого то есть самого цикла нет а знаете почему его нет спасибо еще нет декларативного объявления массивов которые тоже мне кажется странно ну и патернарного оператора я просто скучаю скажите есть какая статистика по скорости выполнения если сравнить национальный отец вот написано джаве написано декомпилировать то есть по сути джава ну вот джава который будет декомпилировать по скорости то есть у меня есть коллега с которым мы сегодня общались он говорил что проводил какие-то бичмарки и у него там процентов 5 было восхождения в пользу джава вот на самом деле нужно смотреть на платформу на которой это выполняется если 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 она очень чувствительная к лишним вызовам методов к созданию объектов если там горбач коллектор как-то ну иначе работает чем вы привыкли то там будут свои садыфекты но как бы влияние незначимое такой небольшой вопрос то есть на тему обратно джава 6 да ну то есть когда он превращает обратно в джава он превращает в шестую то есть лямбда не превратит в джава а там там лямбды уже не являются лямбдами то есть это укладываем свои функциональные интерфейсы лямбда в джава 8 это вот то что из пакетжа там где соответственно у нас консюмеры продюсеры и все прочее ой консюмеры саплайеры вот а ботин при комплектации превращает свои функциональные интерфейсы сделано это для того чтобы поддерживать более ранние версии лямбда более ранние версии джава там где лямбда еще не появилась это очень важно для андроида например потому что в андроиде долгое время вообще не было поддержки java 8 там было java 6 и была куча фреймворк как сейчас надо спросить у андроид я слышал что там что-то стало лучше с java 8 но кто может ответить по этому на третьем андроиде скуде может можно туда и обратно в другом мне просто интересно учить его или нет я просто слышала что говорят Kotlin заменил весь андроид весь iOS как вы считаете туда и все-таки или обратно я считаю что Kotlin обязательно подкуса свой кусок и этот кусок будет просто огромен на андроиде потому что Google очень понравился вот и есть определенные шаги и в сторону серверной java потому что Kotlin сейчас поддерживается спрингом вот они свой спрингстарт включили поддержку Kotlin то есть вы можете на лету сгенерить прототик своего будущего проекта и вы можете сделать его на Kotlin плюс они включили Kotlin DSL в объявление бинов это получается пятый способ объявления бинов это Kotlin плюс Gradle тоже включил Kotlin DSL в свою форму вы можете писать Gradle скрипты теперь не на грубе а на Kotlin у Kotlin большой очень большой перевес очень большой плюс если сравнивать его с грубью в том что он строго типизирован раз раз вы заговорили про серверную часть написано вопрос такой как он по производительности по сравнению с Java есть ли какие-то исследования а нет исследования я не производил я думаю что на на серверах он это точно это точно не критично я имею ввиду на больших продажах на серверах потому что наибольшие наиболее дорогие куски кода которые выполняются в продаж это обычно какая-нибудь бизнес логика которую всегда можно оптимизировать единственное что если например вы решили написать на стеке Sprint плюс Kubernetes для Kotlin у Kotlin все классы по умолчанию чтобы чтобы класс можно было унаследовать он должен быть объявлен как open класс вот поэтому у Sprint есть в грэду плагине определенная операция которая все классы которые помечены аннотациями компонент репозиторий и прочее она их объявляет как open классы для того чтобы можно было делать из них динамический процесс я продолжу вопрос я спросил потому что обычный синтактический сахар который он дорого обходится и на серверах бывает экономит там пять процентов это уже достижение а вот если бы сравнить и сказать что вот Kotlin на миллионе операций на миллисекунду всего или быстрее даже не знаю наверное мы с вами пишем разные сервера разные специфики предложения потому что как бы у нас немножко ну то есть пять процентов по железу за счет того что мы там сэкономим месяц разработки это очень страшно спасибо 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 спасибо